Есть у меня вот такой вот горшочек, который для того, чтобы полить, нужно снять. Вот я его сняла и обнаружила вот такой подарок. Страшно вообще думать о том, что вот в тебя стреляли слегка, промахнулись. Это с диссернетом как-то связано. А это вот уже все туда. Ну, если это вообще с чем-то связано, то, кроме как, диссернета больше ни с чем. Ну, диссернет – это сетевое сообщество. Идею диссернета придумало несколько человек параллельно. Как это часто бывает в науке, кстати. Когда какое-то открытие находится на кончике пера, то есть его довольно часто придумывают несколько человек совершенно независимо друг от друга. Проверяются очень простые вещи. Проверяются первое, существуют ли на свете те публикации, на которых эта диссертация основана. А во-вторых, не списан ли этот текст. Все списан именно в таком вот смысле, как в школе. Он чужой. Что можно с этими людьми сделать, если у тебя есть мозг, компьютеры и больше ничего? В 30-е годы вас бы называли врагами народа и коротко решили бы. Так, нет? Так. Поэтому вы уничтожаете последний наш совет. Хотите дискритировать на уху. Это антинаучный, антигосударственный поступок. Для меня просто должно было дальше неприемлемо никаким образом не принимать участие в истории своей страны, как бы пафосно это не звучало. Ну а сейчас мы увидим, откуда это был произведен выстрел. Подойдем к этому научному методу. Ручка пишется научная статья. Представляете, да? Окей, видно, что стреляли вот с этой вот улицы, которая за забором. Антигосударственный поступок! Как Путин сказал по поведшему правительству, ударь в спину! Самые вопиющие примеры это, во-первых, ректоры университетов. И, пожалуй, самый яркий пример это ректор Бауманки. У нас есть несколько министров со списанными диссертациями, но бог с ними. Вот это как бы одна страна. А вторая страна, это, конечно, медицинские диссертации. Меняется болезнь, меняется лекарство. А все схемы лечения, все дозировки и как бы статистика результатов остается прежней, с точностью до, там, десятых процента. Но, прошу прощения, эти люди потом по этим прописи у нас лечить будут. Так что, вот как область, страшнее всего медицина. Как социальное явление, я думаю, что страшнее всего ископоставленные люди в образовании. Ну, потому что они просто распространяют это, да, они воспроизводят это. Ваш диссерт с этим вот матом уже все пинают, вам не признают. Ему тоже нечего делать, он начинает. Я два года назад защищался, и я теперь начинаю говорить. И президент, и Госдума замешанный, и премьер, и все прочие. Их что? Они что, дерьмо? Субтитры создавал DimaTorzok